Здравствуйте, меня зовут Ольга и это программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях коммерческий директор Геннадий Танурков. Здравствуйте. Первый вопрос, который бы хотелось вам задать, в каком году была основана ваша клиника? В 1998 году. Какие виды услуг вы на данный момент предоставляете пациентам? Практически все, что касается глаз. То есть от диагностики заканчивая самыми сложными, самыми современными операциями. Ну вот многие пациенты, они боятся наверняка к вам приходить, потому что мало знают о микрохирургии глаз, знают о возможных рисках. И есть ли какая-либо информация о вас, что они могут узнать подробнее, чтобы этот страх куда-то отошел в сторону и они все-таки следили за своим здоровьем? В данном случае страх это естественное состояние. Каждый человек переживает за свое здоровье. А мы со своей стороны всегда стараемся донести полную информацию для пациентов. То есть это как информация на сайте у нас, так много печатной информации в том числе в газетах, в журналах. Есть на телевидении некоторые передачи с нашим участием, то есть они были, они будут. У нас здесь можно любую информацию получить, как печатную, так и видео, так и устную, проконсультироваться. То есть всегда все вопросы можно задать. Очень часто у пациентов есть боязнь из-за недоверия к специалистам. Каким образом у вас проходит подбор специалистов? У нас очень тщательный подбор специалистов. Во-первых, над нами есть головное предприятие, то есть это российская клиника Федорова. Ну и ни один специалист не может приступить к работе у нас, пока он не пройдет там стажировку, не получат все необходимые допуски. Оборудование у вас тоже поставляется из России? Нет, оборудование нам не поставляется с России, но у нас есть критерии, ниже которого мы не можем опуститься. То есть мы должны работать на оборудование, качество мне ниже того, что установлено. На сегодняшний день мы стараемся держать наоборот максимальную планку. В данном случае, когда покупаем оборудование, мы стараемся покупать лучшее из того, что сейчас предлагается на рынке. У вас на сайте есть перечень предоставляемых вами услуг. Данные услуги у вас выражены в национальной валюте или в иностранной валюте? Нет, у нас на нашем сайте в русской версии стоимость выражена в национальной валюте. В английской она предназначена для иностранцев, она выражена в долларах. А вот платежи у вас идут единовременные или может быть в рассрочку, в кредит? Можно в рассрочку, можно в кредит. То есть это допускается, причем, что эти кредиты не через банки. Они, как правило, предоставляются под гарантией работодателя пациента. То есть если работодатель пациента гарантирует, что оплата будет в любом случае, мы берем этого пациента на операцию. Оплата в течение года, можно разбить ее на этапы. То есть это получается беспроцентный кредит. То есть, получается, вы заключаете трехсторонний договор? Ну, нам достаточно в данном случае гарантийное письмо. Есть ли у вас конкуренты на молдавском рынке? Ну, есть две клиники. Есть еще государственные клиники. Ну, в данном случае о конкуренции тяжело говорить. И спектр предоставляемых услуг у нас немножко больше. Ну, самый большой, самый всеобъемлющий, скажем так. Потому что мы можем делать практически все. А у вас планируются какие-то новые веяния? То есть внедрить какие-то новые технологии или какие-то новые предоставляемые услуги? На сегодняшний день все, что есть современное, практически все, что доступно у нас здесь в Молдавии есть. То есть, последнее, что мы хотим внедрить, это уже закончить, сдать наше новое здание и переехать туда, чтобы это уже была полноценная клиника офтальмологическая. Приблизительно среднее количество пациентов, которые побывало у вас в клинике? Ну, в среднем это от 7 до 10 тысяч пациентов в год посещений первичных. То есть, бывают годы, когда до 12, а операции составляют примерно 40-50% от первичных, от посещений. Существуют какие-то ограничения для пациентов? То есть, они предоставляют вам какие-то справки, вы им в ответ даете какие-то гарантии? Сам процесс, он именно как происходит? Процесс какой? Сначала мы должны увидеть пациента, то есть, после того, как мы его увидим, проведем полную диагностику, мы можем говорить о каких-то перспективах. Вот так все это и происходит. То есть, видя глаза пациента, мы можем давать ему какую-то надежду на то, что у него что-то будет. Для этого есть очень много оборудования, в том числе, мы являемся единственной клиникой, которая имеет все оборудование для прогнозирования результата операции. Это электрофизиологические исследования, есть ряд других исследований, вот эндотелиальный микроскоп. То есть, мы можем подсчитать вероятность осложнений в послеоперационном периоде или процент, до какого может подняться зрение. То есть, еще на этапе диагностики мы можем сказать, что, к сожалению, ваша сетчатка работает на 50%, значит, после операции выше 50% у вас не будет. Конечно, даже от этого бывают отклонения. Со стопроцентной вероятностью это невозможно спрогнозировать. Но, тем не менее, в большинстве случаев оно оправдывается. Ну, гарантию вы какую-то даете, что в течение определенного периода время зрение будет оставаться на том же уровне, не будет спадать? То есть, не получается так, что приход к вам пациент делает у вас операцию, и спустя какое-то время у него уйдет на спад, то есть на минус зрения? Ну, эта вся гарантия, она вся выражена в каких-то процентных соотношениях. То есть, если мы берем какую-то группу пациентов, которым, скажем, пациенты с миопеей, близорукостью, так она называется, значит, если человек хочет сделать себе лазерную коррекцию, мы знаем по мировой практике, по мировой статистике, что вот это вот ухудшение, скажем так, послеоперационный регресс, он происходит примерно в 2-3% случаях. То есть, 98% это не происходит регресс, 2-3% по мировой статистике это происходит. Что делается в таком случае? То есть, это и у нас в клинике, и в любой другой уважающей себя клинике этот регресс исправляется бесплатно. Геннадий, спасибо за предоставленную вами информацию. Это была программа 7 минут. До встречи онлайн. Субтитры подогнал «Симон»!